Маткульт, привет всем! Привет! Миша, привет снова! Встречаете Михаила Светловского, игрока в ГО, международного уровня, который... Да, да, да. Да, расскажет теперь о том, какова математическая составляющая, и кажется, перед нами что-то изменилось по сравнению с предыдущим раундом. Да, неплохо, неплохо. Я поменял, перевернул эту доску и поменял ее размеры тем самым. Теперь на ней больше линий. Это серьезная, неучебная доска. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девятнадцать, да? Девятнадцать на девятнадцать. Так, теперь я попробую умножить правильно. Это 361. Отлично. Раньше я помнил все на зубок, но у меня склероз старческий, и я эти квадраты уже не так помню. Ага, значит, у нас сильно более чем, значит, сильно больше позиций, двое с лишним. Да. Пыч, нет, у нас больше полей. Вот этих. Да, вот этих. Вот этих. Пересечений. Давай что-нибудь посчитаем. Да, давай. Сколько на этой доске способов поставить камень? Ну, 361. Ну, ладно. Хорошо. С точностью до симметрии, если я правильно понимаю, все-таки 55. А, это уже вопросы о том, что мы крутим, там, это самое, да? Да, но это так, это разминка. Проще считать то, что без симметрии всегда. Это разминка. Ладно. Значит, мы помним, что у нас есть некоторые ходы. Да. И, соответственно, есть запрещенные позиции. Потому что я некоторые камни должен сразу снимать доски. Да. Если они окружены. Не может быть позиция вот такая. Да, вот так на доске стоять не может. Да. Это недоделанный ход. Верно. В любом случае. Кстати, не могу тут не рассказать эту байку маленькую. Про клиповое мышление. Я как-то раз объяснял детям правила игры ГО. Нам о тем, что в празднике. Если они сейчас смотрят, я надеюсь, они не обидятся, что я про них рассказываю. Вот. У Ященко нам о празднике? Нам о празднике, да. Для шестого класса. Как интересно. И было два, кажется, шестиклассника. Они пришли. А там задача рассказать правила очень быстро. Так. Вот. Прямо за минуту. Я как-то с этим справлялся, сорвал голос. Ну так вот. Я говорю детям, мы ставим камни на доску, окей, на пересечение. Они такие, все, мы все поняли. Дайте доску, мы сыграем. Окей. Значит, я подошел к этой доске через некоторое время. Очень малое. Минуту через две я снова к ним подошел. Так. Они уже заставили всю доску вот так вот прям. Значит. Один, другой, один, другой, один, другой. Да, да, да. Один здесь, другой. Конечно, дети, дети. Тум, 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 тум. Да, да, да. Им здесь не нужны эти. Один здесь, другой здесь и доску поделили вот так вот. Ну, девять на девять доску. Полностью забили. Такой. Дети. Вы восхитительны. Вот. Знаете, еще камни друг друга можно окружать. Вот. Это, значит, вот так делается. Да? Да. Опять же, я в режиме одна минута на все правила это показываю. Вот. И, значит, когда камень окружен, его надо снять с доски. Так. Вот. Значит, дети такие, мы все поняли, мы все поняли, побежали. Вот. И они сыграли вот такую партию. Значит. На этот раз выглядело вот так. Позиция. Так. Ты наизусть, да, ее помнишь? Ну, нет, конечно, я устанавливаю условно. Примерно, да. Да. Значит, суть в том, что там было окружено все. Через друг друга вот так подряд. Вот. Два камня где-то окружены, где-то по одному. Вот так. И, значит, опять вся доска заставлена. Про целеполагание, ты не сказал им, да, что... Нет, не успел. Ну, какое целеполагание, они же дети. Они просто играли, да, играли в камушки. Да. Все было всеми окружено, да. Все-таки такие позиции запрещены. Да. Сколько у нас будет разрешенных позиций? Сколько разрешенных позиций? Да, всего на этой огромной доске. Это ужасно сложный математический вопрос. На него до конца ответили в 20 веке. Я сейчас хочу какой-то порядок. Нет, в 2015 году полностью почитаю. Могарифма хотя бы попробовать. Как бы, это повторный алгоритм, да, этой величины хотел бы посчитать. Да. Ну, давай с повторных алгоритмами. Ну, давай сейчас. Я вот... Это чистый лист, ребят. Вот это чистый лист абсолютно. Я ничего не знаю. Не готовился. Никогда в жизни не готовился. Отвечает на экзамене с первой попытки. Да, полностью с первой попытки. Значит, и так. Разрешенных позиций. Ну, хорошо. Значит, всего... Давай начнем с всего. Давай всего. Всего у нас... Все позиции разрешили, забыли про ограничения. Да, у нас... Чем будет? Там, сто... Значит, сто восемьдесят... Таких и сто восемьдесят таких. Ну, так, грубо. Ну, мать. На самом деле можно и больше, и тех, и других поставить. Да, можно пас. Если человек пас делает, то он пропускает ход. Нет, подожди. Какой пропускает ход? Ну, я имею в виду, что... Нет, я имею в виду, что после того, как я вот всю доску, в принципе, установил камнями. Да. То у меня получается, ну, примерно сто восемьдесят белых и сто восемьдесят черных. Ну, примерно. Хорошо. Там, сто шесть до паса, да? Да. Вот. И сто восемьдесят белых могут стоять, ну, в принципе, абсолютно где угодно. Да. И, соответственно, у нас с целью с трехсот шести и трехсот восемьдесят, то есть вот это вот число каталана соответствующего размера. Ну, как бы, то есть количество... Количество позиций вот априорных без всяких ограничений и без пропуска хода. Да. Это, соответственно, цель с трехсот шестьдесят по сто восемьдесят. Все прекрасно. Да. Это триста шестьдесят факториал... Ну, подожди. Вот ты этот ответ назвал, да? Хорошо, мы его запихнем. Ну, типа, да. Вот. Нет, только наоборот. Бывает. Так. Ну, да. Ну, давай все-таки так, приблизительно. Вот это как бы... У нас же есть стирлинг, да? То есть это триста шестьдесят факториал делить на сто восемьдесят факториал в квадрате, да? Да. Стирлинг. Я стирлинг не рассказывал на канале, кстати, но с доказательством я сейчас не буду. Не надо. Примерно равно n на e в n. Да. Вот. Ну, там еще корень из 2pn какой-то, но... Забудем, забудем. Да. Соответственно, это триста шестьдесят на e триста шестьдесятый. Да. Делить на сто восемьдесят на e в триста шестьдесятый. То есть... Ну, это 2 в триста шестьдесятый получилось. Ну, короче, 2 в триста шестьдесятый, да. Слушай, я не так плохо. Я думал, будет как-то... Короче. Ты же сейчас посчитал правильно позиции. Ну, там, триста шестьдесят один надо написать. Ну, да, но запрещенных я тут... В которых поставлено сто восемьдесят... Детские такие. ... сто восемьдесят белых камней, допустим, куда угодно. Да, да, да. И еще черные как бы заполняют все остальное. Заполняют всю оставшуюся часть, да. Да. Значит, я имел в виду немножко другое. Значит, любое поле доски может быть пустым, белым и черным. Так? А-а-а. Да, то есть всех позиций по пути создаваемых, да? Ну, вообще, да, всех позиций. Да. Не когда мы закончим. Не всех окончательно, а просто всех. Просто всех, ну, тогда, соответственно, 3 в триста шестьдесятый. Да. И неожиданно это не меняет нам логарифмы, не меняет дело. Ну, да, 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 да. Вот. И это очень много. Да, 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 да. Если так переписать, это десять сто семидесятый должно получаться. Ну, да. Стоять девятый сказал бы Миша, мой сын. Нет, к сожалению, сто семидесятый. Пребязательно преобразуем один логарифм в другой. На самом деле знаю ответ. Ага, так. И это очень точный ответ в том смысле, что мы с тобой можем все вот эти сложные ограничения не учитывать. Как именно? Значит, оно было посчитано окончательно. Так. Сначала оно было посчитано путем случайной выборки. Да. Да, то есть я случайно накидываю камни на доску. Получается... Миллиард раз, да? Да. Получается... И считаешь, сколько позиций. Получаю процент запрещенных позиций. Прибедительно. Потом, значит, делю сюда и все получилось. Вот. Потом был алгоритм... Потом была, значит, статья Джона Тромпа с динамическим программированием, в которой честно посчитаны ответы окончательные. Там стоящие до последнего знака. Вот. Но если коротко, значит, чтобы все сто семь с цифрами выписывать, я не буду. Значит, я напишу так. Я вот это домножу на 0,01. То есть всего-то 168. То есть примерно на каждой 80-е позиции разрешенные. Разрешенные, да. Разрешенные. Ну да. А, ну, с учетом, что огромная доска... Да, и где-то на ней... Где-то всегда будет... Нигде на ней не должно найтись камней, которые вот с нулем свободны. То есть логарифм тот же. Да. Вместо 170... Так-то все правильно. Так, понятно. Ну что? Хорошо. Движемся дальше. Движемся. Это было кому-то просто, кому-то сложно. Это больше, чем в шахматах, да? Это больше. Значит... У нас удухали вар, что я там посмел сказать, что в шахматах есть двойная экспонента. О, да. Чисто формально, из-за теоретико-игровых причин. Ну, понятно, что да. Те, кто не учились... Нет, но есть разница, мы считаем число стратегий или мы считаем число позиций. Да, позиций, конечно, никакой двойной экспонента не будет, это понятно. Вот. Значит, атомов у нас во вселенной 1080. Угу. Да, если внутри каждого атома там долго-долго играть... Копаться, да. Тогда мы когда-нибудь все эти позиции найдем. Отлично. Отлично. Вот. В шахматах сильно меньше, потому что там разные фигуры и намного меньше доска. Ну, там доска меньше просто, да, тупо. Да. И нет возможности, собственно... Всего лишь вот такая. Даже не только. Да. И еще проблема, что у меня разные фигуры, каждый там по одному. Да, какой. Пешек восемь. Да, здесь один. И я не могу на каждое поле поставить там любую фигуру. Либо я буду считать что-то не то. Ладно, давай считать игры. Так. Игры? Да. То есть развитие, то есть то, что называется число Шеннона. Шахматах, как я теперь понял. Так, ну хорошо. Количество сыгранных партий, да, которого только может быть. Да. Так, ну да. То есть последовательности, которые приводят к... Да. Чуть-чуть вот если на каком-то шаге что-то не так пошло, то это уже другая игра будет, да. То есть ты, я вот... Как только я пошел... Ой, тут черный поселился. Как только я пошел сюда, ты теперь пошел сюда. Ага. Это уже совершенно не то же самое, что ты пошел сюда, я сюда, и ты потом пошел сюда. Да. Вот. Это уже будет все. Это стали разные вещи. То есть на самом деле... 360, ну грубо говоря, факториал, но там как бы тонкость, кто за кем ходит, да. То есть я могу в любую точку этой. Ну, в принципе, да, вот так. Да. 360 факториал, по сути. Хорошо. Ну, то есть... Давай его тоже оценим. 360 на е. 360. Так, это примерно 150. 360. 360. Это 10. Так. Значит, 10 в степени 2, 2 целых там... Так, 10 в кубе, 10 в степени 2, 2. 10 в 500. В 500. Blind guess. В 500. Но вот тут ты был близко. То есть либо двойка, либо тройка. То есть в основании степени это не страшно. А здесь вообще нет. Так, почему? Это очень интересно. Я тебе сейчас объясню так... То есть это было неверным. Я не это оценил неправильно. Я тебе... Да, я объясню, как играть, чтобы получилось бесконечно дофига. Вот. И это будет даже немножко не то. Опа. Итак. Подожди, давай, значит, зафиксируем, что это я правильно, да, посчитал? 360 факториал. Не, вычисление нормальное. Но совершенно неверно, что 360 факториал — это ответ. Да. Ну, ты посчитал что? Что, значит, я делаю ход, потом... Да. Значит, ты делаешь ход в какое-то другое уже поле, да. Ты убираешь любое, я убираю любое. Да, и так мы заполним все. Поступен, мы заполним все, и это... Это вот будет 360 факториал. Я предлагаю тебе играть немножко по-другому. Так. Сейчас будет страшно. Так. Значит, я делаю ход. А ты сделай пас, пожалуйста. Имеешь право? Имею. Вот. Класс. Я сделаю еще ход. Пас. Так. Не-не-не. Пока пасуй, да. Вот. Значит, ну, на все это у меня времени нет, и даже показывайте это не рискну на всей доске. Короче говоря, я постепенно заполню своим ходами, пока ты там пошел отдыхать. Да, я... Всю доску. Так. Кроме одного пункта. Да. Окей? Окей? Окей. То есть... Ну вот представьте, что все остальное заполнено. Да, все заполнено. Все остальное заполнено, да? Свободный пункт будет здесь. Вот. Значит, почему я не могу сделать последний ход? Потому что это запрещено. У меня не будет свобод на этой доске. Я просто все себя забил. Вот. В этот момент, когда я, наконец, наигрался, я зову тебя. И знаешь, что ты делаешь? У тебя единственный возможный ход на этой доске. Давай. Сейчас. Но я при этом сюда не могу, да, пойти? Потому что я буду окружен. Как раз. Ты окружен, но при этом ты снимаешь правил. То исключение из правил, о котором мы говорили. Ты снимаешь все эти камни. Поэтому можешь. В смысле, я их окружаю? Да. Ты отнимаешь у них последнюю свободу. Они все здесь столпились, а свободы нет. То есть я проснулся. Да. И все сожрал. И сказал, мужик, начинай сначала. Нет. Да? Да. Нет. Ты еще себя-то лишь со пленников отправил. Да? Триста что? Триста шестьдесят пленников. Ты съел камней. Да. Ну это ладно. Пленников мы считать не будем. Они не входят в суть позиции. Мы считаем, что здесь. Вот. Окей, ты сделал этот ход. Теперь я скажу пас. А я запомню всю доску. Давай. И в каком-то месте... Я пошел отдыхать. Да, в каком-то месте возникла одна дыра. Да. Ты мне оставил какую-то дыру. Да. Я потом пришел. О, здравствуйте. Давно не виделись. И все съел. Так. Вот. Так. Ну то есть вообще ответ такой. Бесконечность. Игра не останавливается. Не совсем. Не совсем. Все-таки нам нельзя повторять позиции. Правильно? Это значит, что когда вот я во второй раз начну заполнять всю доску, у меня уже будут какие-то ограничения. Повторять позиции, это означает? Ну это означает, что вот у меня была выставлена какая-то конфигурация черных камней. Вот когда я первый раз всю доску выполнил. Да, да, да. Мне нельзя ставить такую же теперь. А. Да. А, теперь нельзя. То есть теперь надо ставить ходы как-то по-другому. Позиция или ход, который ведет к ней. Именно позиция, да, не должна быть? Позиция не должна повторяться. То есть вот уже в том же месте не должно быть этого. Да. Не должно быть. Не должно закончиться в том же месте. Не должно там по пути как-то к тому же переходить. Вот. Но тем не менее, значит, это... Давай напишем, что вот мы... Сколько вариантов мы награли сейчас? Сколько мы обозначили, да? Ну да. Но мы... Ну, как бы, смотря, что мы... Ну вот ровно сейчас. Я один раз все выставил, ты съел. И ты один раз все выставил, я съел. Да. Вот к этому моменту. Сколько разных партий мы смогли сыграть? Сколько разных партий мы смогли сыграть? Ну это за счет того, что ты в разные места мог по очереди выставлять, да? Да. Да. Те же разные места. Ну да. То есть появился, значит, вначале все было как 360 факториал. И потом, соответственно, для каждого хода возник еще один 360 факториал. В общем, он возвелся в квадрат. Да, он возвелся в квадрат. И вот мы уже... Уже 10 тысяч. Здравствуйте, мы здесь. Здрасте, да. Да. Но это не конец, потому что, как ты сказал, да, вот после этого... Запрещено только одно. Запрещено что-то. Да. Но все еще возможность заполнять так доску есть. И это будет продолжаться какое-то долгое время. Пока не будет запрещено почти все. Да. Пока не останется... Пока не будут исчерпаны все вот эти варианты, значит... Пока вот этот 360 факториал сам себя не исчерпает, так сказать. Вот. Значит, поэтому... Поэтому ответ такой. Закрывайте глаза, если вам страшно, и вы не хотите ответить. Закрыл. Да. Это только вот этот 360 факториал, который возведен в такую степень, чтобы получилось... Вот все позиции уже были на доске. Ну да, чтобы уже совсем все было исчерпано и надоело. Да, совсем все исчерпано и ничего уже не сделаешь. А после того, как мы поиграли вот эту игру, где только черные, потом только белые, да? Да. Значит, все черные, потом белый съел, потом белый пришел, заполнился, потом черный его съел. После этого же можно еще продолжить, там, поставить черный, поставить белый. Ну да, вот я понимаю, что не просто зашито, но тут еще много чего, видимо. Да, еще много внутри зашито, но получается... Да, это вам не шахматы, здесь просто число партий. Здесь вам не тут. Да, здесь вам не тут. Ну... Офигеть. По большому счету, это за счет того, что мы посчитали какую-то бессмысльцу. Ну да, никто так не будет играть. Никто не будет отдавать 360 камней под одним махом. Никто не будет так играть, да, это очевидно, да. Ну, насколько мне кажется, в шахматах есть возможность сделать ту же штуку. Значит... За счет повторов, да? Ну, давай, давай. Сколько, 70 ходов без съедения? Давай сделаем аккуратно, да. Значит, мы с тобой, допустим, поиграли в шахматы. Да. Оставим себе 8 пешек, которые желательно почти на начальных позициях. И по одному ферзю. Чтобы было свободное место, и чтобы ферзи могли-то разбулировать как следует. Вот. Значит, следующие 7... Значит, если 50 ходов без взятий, то мы можем согласиться на ничью. Если 75, то мы обязаны. А, сейчас... Если я ничего не путаю, то вправе вот так. Ну, на чью же всегда можно согласиться. Можно, но не обязательно. Нет, потому что можно и вообще без всяких взятий. Просто я говорю тебе, давай ничья. Да, но это будет очень короткая одна партия. Да, а, нет. Мы хотим много. Да, мы хотим много. Мы хотим больше. То есть, 70... Сейчас. То есть, не 50, 75 на самом деле просто. Да. Цифра 75. Просто примем 75. Вот 74 хода. Мы можем с тобой гулять ферзями в любую сторону. Там, ля-ля-ля. Туда-сюда, туда-сюда. Как угодно. У ферзя много. Много. Больше всего из фигур свобод, куда двигаться. Вот. А потом на 75-м ходу надо все-таки одну из пешек подвинуть. И повторить. Так. Вот. И, в общем, довольно долго может получать удовольствие. И что, там двойная пошла, да? Ну, мне кажется, что получится много. То есть, получится больше, если я просто говорю, что у меня должно быть 50 ходов. Больше не должно быть. Или там должно к 50 ходам остаться настолько мало фигур, чтобы уже никакой комбинаторики не было. Вот. И среди этих ходов, там, в каждом из 50 ходов у меня там 20-30 вариантов хода. Вот это я оценить могу. А то, что начинают ферзи куда-то скакать неограниченно, это я оценить не могу. Это будут совсем другие исходы. 50 каких угодно ферзей. Каких угодно ходов ферзей, да? То есть, там, ну, 50-50 и грубо. Значит, дальше ход пешки. Да. Дальше 50-50. 50-й ход пешки, 50-50, ход пешки, 50-50. Ну, там, может быть, 20-50, потому что у ферзя, ну, так, ну, 15 у него полей куда ходить. Ну, да, то есть, значит, и... Ничего страшного. 50, значит, но здесь все-таки, значит, 15-50, ход пешки, еще 15-50, значит, 15-50 в квадрате, 15-50 в кубе, 15-50 в четвертый. Ну, да, ну, да, 15-50 в 50, как ни крути, да, пока все пешки дойдут до конца. Ну, да, пока совсем не надоест. Да, то есть, блин, да, ну, как высосали из пальца, таки двойной экспонент в шахматах. Слушай, мы высосали из пальца двойной экспонент в шахматах, потому что мы это возводили в квадрат, еще, значит, ну, в куб четвертую степень вот эту величину, повторяю. И поэтому мы доберем... А, нет, слушай, подожди, я глупость говорю. Все-таки 15-50 в квадрате получилось, да? Ну, уже неплохо. Уже неплохо, но не 50-50. Двойной экспонент, но очень маленький. Да, такая маленькая двойная экспонента, да, да. Ну, может быть, там можно высосать троечку здесь, если подумать. Да, то есть здесь вот как бы... Вот предлагаю всем слушателям, я сейчас ошибся насчет 15-50 в 50-й, предлагаю всем слушателям высосать из шахмат как можно больше. То есть, кто здесь поднимет вот это вот... То есть, до квадрата мы добили, двойная экспонента формально уже есть, но она такая, она хиленькая, ну что, 15 степени 2500. А вот кто тут как бы еще каким-то образом продолжит нашу игру, зато сколько партий в шахматах. Вот, ну, как бы я не обещаю, не обещаю, что я буду сильно вдумываться в то, что будет написано, но я уверен, что подписчики друг друга будут вдумываться и комментировать. Что я, да, когда меня долго не подняется в комментариях, вы не теряйте меня, а спорьте друг с другом, это всегда очень весело. А я буду иногда приходить, да, и смотреть, как она происходит. Да, отличная зарисовка просто. Ну, хорошо, мы посчитали. Посчитали, посчитали, да, и... Ну, это... Это же... Надо запрещать повторение позиций, причем каким-нибудь таким... Было не жестким образом, да, слишком это самое. Иначе, чем больше у вас доска, тем дольше развлечений. Офигеть. Просто офигенно. Слушай, ну что, спасибо тебе огромное. Ура. Супер. Матхути, привет, друзья. Играйте в го.